В эфире новости в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске. Министры и вице-премьеры добирались на работу на троллейбусах и маршрутках. Члены правительства исполнили поручения главы Крыма Сергея Аксенова. Справки о реабилитации, отсутствии жилья, материальной помощи и другие вопросы сегодня были заданы председателю Госкомнация, который провел прием граждан. История полян протеста в районе Стрелковой подходит к концу. Там начался снос незаконно возведенных строений. Старейшины со всего полуострова сегодня собрались в Симферополе. Для них провели экскурсию по строящимся объектам. По центральным улицам Крымской столицы прошел шагающий автобус. Для чего организовали такое необычное мероприятие? Обо всем подробнее смотрите в нашем выпуске. Под Керчью терпит бедствие. Пароход «Моряк» арендована украинская компания у севастопольского собственника. Как рассказал член экипажа, на судне, которому не дают разрешения зайти ни в один из портов, не осталось никакой еды. По его словам, все 11 членов экипажа голодают, а капитана госпитализировали в прединфарктном состоянии. Моряк отмечает, еды совсем не осталось, и одно спасение для них – это Керченский рыбный порт. Проблемой уже занялась инспектор Международной федерации транспортных рабочих Ольга Ананина. Судовладелец не выходит на связь, он находится в Севастополе. Оператором судна выступает украинская компания, сообщила она. В Симферополе министры и вице-премьеры добирались на прием граждан в троллейбусах и маршрутках. Члены правительства исполнили поручения главы Крыма Сергея Аксенова, а вице-премьер Дмитрий Полонский. С утра посетил седьмую горбольницу, где пообщался с посетителями. У регистратуры другой вице-премьер Павел Королев выслушал жителей улиц Куйбышева и Лермонтова, которые пожаловались на магазин и стоянку прямо на остановке. Вице-премьер Крыма Юрий Гацанюк предпочел добираться до места приема на маршрутке. Заодно выслушал от кондуктора, в каких микроавтобусах проваливается пол, а кто нарушает правила. Курирующий транспорт, вице-премьер Республики Владимир Серов добирался на работу в новом автобусе. От пассажиров узнал о главной транспортной проблеме крымской столицы – пробках. Выслушать проблемы симферопольцев сегодня утром отправился и сам глава Крыма Сергей Аксенов. В свой рабочий день он начал совместно с главой администрации Симферополя Игорем Лукашевым. В Каменке на улице крайний он поручил провести ремонт дорожного покрытия, а заваленный мусором пустырь передать для застройки жилым домам. Подвоз баллонов в частично газифицированной Каменке осуществляется только для прописанных жителей, которых в садовых товариществах не так много. В ответ глава Крыма поручил наладить подвоз баллонового газа независимо от прописки. Повезло и самому зданию почты. Власти рассмотрят возможность его ремонта уже в следующем году. Выслушал Аксенов и претензии на работу общественного транспорта, который ходит из Каменки не по расписанию и совсем не часто решить эту проблему, порочено уже в следующем году. Здравствуйте. Как автобус ходит? Отвратительно, да? Нормально, ходит нормально, но нужно было бы прибавить. Угром не сесть. Работу люди прямо вот с таким вот остаются, проходят мимо. И что нам надо, вот, пожалуйста, дорогу. Дорогу уже, ну, посмотрели, дорогу 18-го надевали. Да, да. Ну, спасибо большое. Справки о реабилитации, отсутствии жилья, материальная помощь и другие вопросы. Сегодня были заданы председателю Госкомнация, который по поручению главы республики провел прием граждан в Симферополе. Подробнее расскажет наш корреспондент Султаниси Такаева. Изоляция выпала, и когда боковой дождь, у нас квартиры мокрые, все мокрые, стенки эти. Жительницы Симферополя Анна Швердыгова и Галина Молокова возмущены. Их квартиры постоянно подтапливает. Причина – нет гидроизоляции, старые ржавые трубы. Кроме этого, в многоквартирном доме не проводят ремонт, не убирают подъезды и постоянно проблемы с лифтом. Вот, видите, с первого раза она не открывается. А вот Галина Зырянова, жительница микрорайона Загородный, жалуется на отсутствие дорог. Также подчеркнула, дорожки к подъездам не предусмотрены и не благоустроены дворы многоквартирных домов. В дождь как можно здесь идти? Вот по люку ходим, вот, ходим по люку, вот, прыгаем, в общем, по люку, идем, дождь, на камушке. Все эти проблемные вопросы жители озвучили на приеме граждан. Кроме этого, были обращения по поводу получения земельных участков для реабилитированных граждан. Для себя четко понимаем о том, что вот решение данных вопросов будет при активном взаимодействии всех ведомств, то есть и министерств, и администрации города. Вопросы понятны, ясны, поэтому, как бы, вот, однозначно будет организована работа в этой части. Совместно с председателем Госкомнации прием граждан провел министр курортов и туризма Вадим Волченко. Во время работы с инспекцией приехал глава республики Сергей Аксенов. Председателем Госкомнации принято более 50 обращений. По всем вопросам даны разъяснения. В ближайшее время будут найдены пути решения. Султанец Такаева, Ирвин Миралиев, телеканал Миллет. Репатриантам начали выдавать удостоверения, предоставляющие льготы. Гражданин с заявлением и копиями паспорта, справки о реабилитации и фотографии должен обратиться в Госкомнации. Получить его можно на втором этаже здания в кабинете 201. Готовое удостоверение можно получить в течение 30 дней. На данный момент уже принято 25 заявлений. Гражданин может обратиться еженедельно по понедельник и в среду с 10 до 16.00 по адресу Трубаченко 23А, город Симферополь, с подачей необходимых данных документов для дальнейшего получения удостоверения. Данное удостоверение предполагает льготный проезд на общественном транспорте. История полян протеста в районе Стрелковой подходит к концу. Там начался снос незаконно возведенных строений. При Украине эта земля была самовольно захвачена. За несколько лет на участке от Киевской улицы до кладбища Абдал были незаконно построены десятки домов, особняков и даже целые промышленные базы. О ситуации подробнее расскажет София Шукурова. Прямо сейчас идет процесс сноса незаконных строений. Экскаватору приходится несколько раз раскачивать ковш. Всего на поляне протеста около 40 домов. Все они будут снесены. Это район поляны протеста Стрелковая. Во времена Украины, когда массово захватывали участки без света и воды, а самое главное без документов. Здесь строились люди. Законный владелец земли, крупный инвестор всех, кто занял землю незаконно просит освободить территорию, при этом предлагает деньги или квартиры на выбор. Сейчас идет плановая работа по освобождению земельных участков от самовольных построек. Вы как раз видите данный процесс. Мы демонтируем ранее построенный дом. Могу добавить, что семья, как раз дом, который разбирается, она добровольно согласилась освободить этот земельный участок, снести этот дом. Сейчас они делают ремонт на квартире. Известие о сносе дома Вадима Кузнецова не расстроило. Еще в мае застройщик предоставил ему трехкомнатную квартиру в новостройке. Сейчас Вадим заканчивает ремонтные работы. Рассказывает рад тому, что живет в своей законной квартире. Дал разрешение на снос дома, потому что выделили квартиру взамен. В принципе, квартира законная, все нравится. Живем, ремонт делаем. Слава Богу, как говорится, все закончилось. Все, мы довольны, все нормально. На сегодняшний день, по словам застройщика, на его условия уже согласились семь семей. На месте бывшей поляны протеста он собирается строить жилой микрорайон для 11 тысяч семей. Это будет не точечная застройка, а новый для Крыма опыт. Месяц назад здесь уже началась первая очередь строительства жилого массива «Крымская роза». Здесь возводят два жилых дома. Строительство идет согласно графику. Аналогов данного проекта в Крыму нет. Аналогов даже очень сложно найти на материке. Мы надеемся, что проект будет реализован. Здесь будут инновации в сфере комфортной среды. В начале 2019 года объект будет сдан в эксплуатацию. А в течение 11 лет застройщик обещает возвести микрорайон с готовой инфраструктурой. София Шукурова, Санзи Вадинов, телеканал «Миллет». Проект берегоукрепительных сооружений в Семейзе повторно пройдет экспертизу. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Сергей Назаров. Укрепление берега проводится ради предотвращения схода оползня. Ожидается, что получить заключение экспертизу удастся в ближайшие три месяца. Старейшины крымско-татарского народа со всего Крыма сегодня собрались в Симферополе. Для них провели экскурсию по строящимся объектам. А это терминал нового аэропорта Симферополь, соборная мечеть и центр палеетнической культуры. Экскурсия состоялась по инициативе общественной организации крымских татар «Инкишав». Детский сад на 150 мест. Его название – Ля-Ле. Трудно представить, что шесть месяцев назад здесь было пустое место. Сейчас же находится современное двухэтажное здание. По всем объектам ФЦП аналогов, которому нет в Крыму. Детский сад находится в микрорайоне Аметхан-Султан в городе Саки. Стоимость проекта – 134 миллиона рублей. В конце года его планируют сдать в эксплуатацию. В микрорайоне не было ни дорог, ни детских садов. Сейчас все это строят. С каждым годом будет все лучше и лучше. В будущем рядом построят и спортзал. Разве можно было за шесть месяцев при Украине построить такое? Конечно же нет. Сейчас же наш народ счастлив. Есть вера в будущее. Делегации из старейшин города Евпатория, Саки, имамы, депутаты, члены общественной организации крымских татар Инкишав также посетили будущую соборную мечеть в Симферополе. По традиции прочли молитву, затем для старейшин провели экскурсию. Гости были поражены масштабом строительства. Говорят, что за столь короткий срок сделано много. С нетерпением ждут открытия соборной мечети. В молодости мы видели, как радушали мечети. В старости же мы видим и в строительство. Пусть Всевышний дарует нашему народу мир и благополучие. И дарует нам возможность совершать в новой мечети праздничные молитвы. Строительство мечети идет полным ходом. Даже опережает графики. Для ее возведения используют высококачественный строительный материал и современные технологии, благодаря которым мечеть простоит более тысячи лет. Я хотел бы человека, который делал такие заявления, что здесь здание строится с альминовских блоков, что оно простоит не более ста лет там, а может еще меньше. Я хотел бы этому заслуженному деятелю именно в строительстве, я не знаю, какие у него заслуги, но я бы ему хотел посоветовать приехать не со стороны, а подойти к этим зданиям, пройти внутрь этих зданий и посмотреть, с какого материала строится это здание. Оно полностью армировано, построено железобетонно, а внутри перегородки делаются с пенобетона. Не оставили без внимания и Центр полиэтнической культуры молодежи при Кипу. Ректор вуза лично провел экскурсию для почетных гостей. Будущее, вот в этом преемственности поколений, когда наши старейшины приезжают и смотрят то, что делается для наших молодых, для нашего будущего, и этому способствует наш уважаемый скиндерога, неуемный, со своим кипучим оптимизмом человек, мы всегда будем поддерживать эти инициативы. На крымско-атарском телеканале «Милет» старейшин ожидал ароматный кофе и угощения, а также экскурсия под руководством генерального директора. Современная техника, дизайн, национальном стиле, количество кабинетов и качество работы сотрудников не оставили равнодушными никого. Телеканал «Милет» с воспитательной и с религиозной стороны проделывает огромную работу, как и наш муфтияд. Мы видим эту работу, оцениваем ее. Было очень приятно, что мы произвели на них высокие впечатления о нашей работе. Они остались очень довольны и в дальнейшем обещают посещать наш телеканал и принимать участие в жизни телеканала. Почетным гостям на телеканале вручили памятные подарки. Завершение визита столицы – строящийся международный терминал аэропорта. 78 тысяч квадратных метров общей площади воздушной гавани поразили всех. На объекте работает около трех тысяч человек. По площади это будет крупнейший региональный аэропорт нашей страны. Здание рассчитано на пропускную способность 6,5 миллионов пассажиров в год. Здание будет оборудовано 8 рукавами для выходов на посадку телескопическими трапами и 8 автобусными выходами на посадку. Я хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации за то внимание, которое он уделяет Крыму. И огромное спасибо я хочу именно сказать от нашей группы и от всех сакчан и от всего Крыма. Это уже не первый визит старейшин. В будущем планируют еще несколько выездов. Представители общественной организации «Инкишав» призывают и другие организации принимать участие в таких мероприятиях. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Милет». По центральным улицам Крымской столицы прошел шагающий автобус. Возглавила его уполномоченная по правам ребенка Ирина Клюева. Для чего организовали такое необычное мероприятие, расскажет Мухаммед Зикиреев. Вот такой шагающий автобус продемонстрировали ученики Симферопольской гимназии. Дети идут по центральным улицам Симферополя. Ребятам рассказывают правила дорожного движения. Теперь они знают, где и как можно переходить дорогу. Если на дороге нет светофора, то сначала надо посмотреть налево, а потом направо. И тогда переходить дорогу. Ведут шагающий автобус сотрудники ГИБДД. Они объясняют детям порядок действия пешеходов при движении как по регулируемым, так и нерегулируемым пешеходным переходам. Это учебное заведение выбрано не случайно. Недавно один из учеников гимназии попал в ДТП по собственной неосторожности. Мы проводим здесь дополнительные занятия для того, чтобы исключить подобные случаи. Данное мероприятие направлено на изучение, повторение правил дорожного движения. В процессе нашего шествия мы детям объясняем, где нужно обращать внимание, где опасные ситуации, как нужно правильно дорогу переходить и так далее. Дети показывают хорошие результаты, радуются, что они знают правила дорожного движения. Мы надеемся, что они их будут соблюдать. Такое мероприятие проводится не впервые. Организовано оно сотрудниками ГИБДД совместно с Министерством образования. Мероприятие проводится только с одной целью – уменьшить количество ДТП с участием детей. Когда я задала вопрос детям, а бывает такое, что родители сами тянут вас успеть побыстрее, не пристегнуться. И дети честно говорят, дети всегда честные, что да, такие ситуации бывают. Поэтому мы начали эту работу для того, чтобы дети создавали атмосферу невозможности для родителей нарушать правила дорожного движения. И по нашим сегодняшним участникам открытого урока мы видим, что они это готовы делать. Они очень грамотные, они очень хорошо, четко понимают, что родители нарушают и могут даже дать отпор. Шагающий автобус продолжит путешествие по Симферополю. Подобные открытые уроки будут проводиться и в других школах крымской столицы. Мухаммед Зекиряев, телеканал «Миллет». В Крымском инженерно-педагогическом университете представили ярмарку народов Крыма. В мероприятии приняли участие студенты крымских колледжей. Они подготовили изделия декоративно-прикладного искусства, национальные блюда и костюмы, картины и куклы. А в актовом зале организовали концерт. Учащиеся исполняли танцы и песни народов республики. Мы задумывали, посвящая его Дню народного единства, но он у нас перерос в такой масштабный проект, где уже мы затронули и не только вопрос единства, но и вопрос толерантности, вопрос профориентации, вопросы взаимодействия различных национальных этносов культур республики Крым и расширили его до масштабов республики. До финала чемпионата по национальной борьбе Куреш остаются считанные дни. Накануне отборочные турниры состоялись в Раздольнинском и Ленинском районах. Спортсмены продолжают подготовку к соревнованиям. Напомним, турнир состоится 19 ноября. О финалистах расскажут наши корреспонденты. В Ленинском районе спортсмены подошли к отбору серьезно. Здесь ребята занимаются различными видами спорта. Шевкет Аблямитов уже давно не занимается на профессиональном уровне, однако новость о турнире по национальной крымско-татарской борьбе Куреш воодушевила его снова заниматься и попробовать свои силы за главный приз в финале. В нашем селе проводились Байрам, Дервиза, Хадрелес. Там выступал, так нет-нет. А сегодня один из организаторов в магазине меня встретил, говорит, не хочешь побороться. А я еще с 2000-х, с нулевых не боролся, короче. Ну, думаю, попробую. Анатолий Колода упорно тренируется и развивает силу, выносливость и ловкость. Готовится полным ходом. Именно поэтому ему удалось одержать победу над противником. Все знают про этот турнир. Все хотят отобраться по борьбе Куреш дальше. Но самое главное, ну, был опыт уже, да. Чемпионат города там выигрывал, барана выигрывал уже когда-то. У меня подготовка идет полным ходом. Как бы каждый день занимаюсь. Сейчас вот прохожу отборы и будем бороться. Борьба покажет, ковер покажет. Отборочные турниры уже проводились в нескольких городах республики. В соревнованиях участвуют как борцы, профессионалы, призеры Чемпионата мира и Европы, так и начинающие спортсмены. В каждом городе полуострова отбирают лучших. Хотелось бы, чтобы ребята выступили достойно, без травм. И, конечно, хотелось, чтобы победили и приехали на машине или завоевали бы денежный приз, который там объявили. Для каждого спортсмена это приятно, когда поощряют его ценными, хорошими призами. Отборочный турнир прошел и в Раздольненском районе. Здесь собрались спортсмены, которые занимаются не только курешем, но и греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Павел Гудаков на протяжении многих лет занимается силовыми видами спорта, но решил попробовать себя и в Куреше. Интересный вид спорта, где плотный такой контакт с соперником, возможность разных приемов, динамичный вид спорта. Но занять место, это уже, как говорится, уже приедем, будем работать, а покажет результат уже побоже. Из этого района отправится 5 спортсменов с разными весовыми категориями, начиная от 60 до 100 килограммов. За звание лучшего будет бороться и Абляким Зевадинов. Курешем он занимается два года и уже готов побороться за главный приз. Я надеюсь на лучшее и надеюсь, что в соревновании по Курешу я возьму призовое место. Финал соревнований пройдет 19 ноября в Симферополе, где главным призом станет автомобиль и звание сильнейшего борца Республики Крым. Призы достанутся не только тяжеловесом. За руль собственной машины сядет чемпион каждой весовой категории. А их будет 4. 70, 80, 90 килограмм и абсолютно. Асана Библаев, Рамиль Хисматуллин, Мухаммед Зекиряев и Асан Зевадинов. Телеканал Миллет. На сегодня это все новости. Увидимся уже завтра в 13.30. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин